Итак, ребята, пришел ноябрь, а значит вы снова видите отражение кольцевой лампы в моих очках. Видео будет очень жопоподжигательным, я бы сказала, потому что почти все книги из него мне, к сожалению, не понравились. Ну, как сказать, они мне все не понравились, кроме одной, которую я намеренно перечитывала, чтобы заесть слишком приторную вкусняшку. К вашему счастью, это будет небольшое видео, и перед тем, как мы начнем, у меня есть три штуки, которые я должна вам сказать. Во-первых, по традиции напоминаю, что этот бложек дублируется на других площадках, и по ссылкам в описании вы легко их найдете. Во-вторых, на сайте МИФа наконец появилась условная дата выхода чудовища, и это 17 декабря. Я еду на нонфикшн, который будет с 5 по 8 декабря в Москве, и, скорее всего, книжка не успеет напечататься к нему, но я скрестила пальцы и очень надеюсь на удачу. Хорошая новость заключается в том, что на книгу все еще идет предзаказ, и ссылки на него вы тоже найдете в описании. И третья штука, про которую я должна вам сказать, Игорь Лужецкий, лекции которого я уже давно и с удовольствием слушаю, написал книгу про самые яркие костры Инквизиции. Она, наконец, вышла у МИФа, и 16 ноября в питерском «Во весь голос» у нас будет презентация. Я буду задавать Игорю каверзные вопросы. Так что, если вы хотите услышать исторический стендап, я вас приглашаю, а для тех, кто не в Питере, во весь голос обещал организовать трансляцию, и об этом тоже будет по ссылкам в описании. А мы с вами сегодня поговорим о книжках, с которыми не срослось. Начну я, пожалуй, не с самого главного, но с того, от чего жопа загорится у всех, потому что это Пехов. Это ветер полыни, который я решила бросить на середине, когда поняла, что даже офигенная харизма Тиф, к сожалению, не вытягивает для меня эту историю на тот уровень, когда мне интересно за ней следить. В прошлый раз я не сказала про Пехову ничего плохого. Я просто сказала, что я не очень сошлась с историей, что она меня не зацепила, что где-то мне было скучновато, и что во всем этом эпическом фэнтези есть одна, единственная сюжетная линия, которая действительно привлекла мое внимание. И ой, что началось в комментариях. Мне кажется, я нашла офигенный способ забайтить людей на комменты, нужно сказать, что мне не нравится Пехов. Тут же прибегут чуваки, которые будут мне рассказывать, как именно я должна его читать, с чего я должна начать, и что я обязательно должна дать автору еще один шанс. Я, несомненно, этот шанс дам, не переживайте. Я не против комментариев, это продвигает видео, но немножко все-таки расшатывает мне нервы, потому что когда тебе 20 раз сказали, что ты неправильно читала эту книжку, это начинает очень сильно бесить. Я, конечно, рада, что это ваш любимый писатель, но вот именно с этим циклом у меня, к сожалению, категорически не срослось. Первую часть я читала в марте, где-то здесь есть видео о моих впечатлениях, и это история про то, как в одном мире когда-то давно произошла большая магическая война, и до сих пор маги продолжают бороться за власть, ресурсы и влияние. Есть плохие маги, у которых имена как название самых страшных болезней, есть хорошие маги, которые, если присмотреться, тоже не очень хорошие, и есть парочка, мужчина и женщина, муж и жена, он и его солнце, господи, как меня бесило это прозвище, просто капец, которые были наемными убийцами, однажды грохнули такую вот волшебницу из хороших, и вынуждены были несколько лет скрываться в глуши, пока их не нашли, не прислали им мертвую голову лошади, в смысле нескольких наемников, которые предупредили их, что их разыскивают, и не началась заварушка посерьезнее. В результате оказалось, что солнце мое на самом деле волшебница, как видите, мне настолько похер, что я забыла имена главных героев, и местный магический ковен очень сильно ею интересуется. Плюс там намекают на то, что эти законы магии, они не совсем точно изучены, и на самом деле можно их еще повертеть, и оказаться гениальным магом, который все это дело перевернет. Ну и, собственно, есть еще два простых солдата, которые оказались выжившими после заварушки на границах, и есть страшная, ужасная темная ведьма Тиф, как болезнь, которая шла по своим ведьминским делам, а потом случайно подвернулась нашим приключенцам, и они ее убили. Что вообще-то нонсенс, потому что она настолько крутая, что убить ее это надо постараться. Она, конечно же, не умерла до конца, прекрасное ее тело, за которым она очень ухаживала, рассыпалось, и ей пришлось взять под контроль тело деревенского дурачка. Это сильно ограничивает ее магические возможности, и ее возможности интриговать. Кроме того, ей нужно скрываться от своих, потому что, ох уж эти темные колдуны, как вы понимаете, они друг друга сожрут и не подавятся. Понятное дело, что тело себе она не вернет, но хотя бы власть и способность колдовать без штрафа. Также она очень хочет отомстить тем чувакам, которые с ней это сделали. Вот видите, да, как я рассказываю про разные сюжетные линии? Эта штука мне реально была интересна, потому что это яркий глубокий конфликт, это необычный персонаж, это очень интересная ситуация, в которой персонаж оказался. А вот те, которые, ах, моя жена ведьма, и, о боже мой, нас предали свои же, ну, они как-то, как-то так, как-то вообще меня не зацепили. Спустя четыре месяца после того, как я прочитала первую книгу, я взялась за вторую. И к моему ужасающему осознанию я не помнила из первой ни черта. С одной стороны, это объясняется тем, что в марте мне было, мягко говоря, не очень, я в целом прочитала мало книг, но, блин, это была одна из тех книг, которые я в том состоянии смогла осилить и даже испытать какие-то эмоции. Просто все эти неинтересные мне сюжеты настолько быстро покинули мою голову, что первое время мне пришлось их вспоминать. Потом мне пришлось их заново осознавать. Потом до меня дошло, что я забыла вообще все, кроме Тифф, а ее история занимает здесь не то, чтобы сильно много места. В общем, я дошла до середины и поняла, что, к сожалению, видимо, я не хочу это дочитывать. Не хочу это дочитывать, потому что мне банально неинтересно. Единственная штука, которая меня здесь держит, требует от меня воспринимать параллельные истории, у которых экранного времени гораздо больше. И, честно говоря, я не хочу этим заниматься. Поэтому вот эти замечательные четыре книжки отправляются на фонарь. Это благотворительный маркет, который бывает у нас несколько раз в год. И достанутся кому-то, кому они действительно нужны. Всех любителей Пехова я попрошу не беспокоиться. Я отлично понимаю, что это один из первых циклов, возможно, не самый удачный, бла-бла-бла. Как видите, Пехова здесь стоит немало. И вообще-то, когда мне было 19-20 лет, я дико фанатела по киндроту, хотя третий том так и не смогла дочитать. Я точно суну нос еще в некоторые книжки. И вообще я напоминаю, что книжные вкусы — это вкусы, и они у людей могут отличаться. Поэтому, пожалуйста, не нужно меня убеждать, что я просто обязана всем сердцем полюбить этого автора. Я рада, что он вам нравится. Ну, так сложилось, что для меня у него нет каких-то тех правильных цепляющих крючков, которые меня бы зацепили и тащили бы радостно за собой. У меня очень большие надежды на Стража. И когда-то давно я читала его рассказ особый почтовый, в котором мне очень понравился сеттинг. И здесь у меня есть роман, который написан в этом же сеттинге. Рассказ как бы его предварял. Так что, пожалуйста, эта женщина с вашего монитора не пытается вас убедить, что Пехов — это плохо, она просто говорит, что ей не понравилось. Следующая штука, которая подходила с большими надеждами и которую я, к сожалению, не дочитала, а скорее долистала — это «Мирт. Холмы Каледонии». Здесь у меня еще есть первая книжка. «Мирт. Истина короля». И эта история, как тот мем, у меня в жизни другая цель. Я буду управлять поездом. Это цикл Марии Рудневой из трех книг. Третья еще не написана. Про псевдо-викторианскую Англию, в которой есть магия, фейри, и они соседствуют с технологиями. Точнее, фейри там были, сейчас я расскажу об этом. И главный герой этого цикла — изобретатель Габриэль Мир. У этих книг очень такой открытый вайп лайтового Жюль Верна в исполнении кинокомпании Дисней. Ну, я бы так сказала. У них очень простой, понятный сюжет, очень линейный, у них очень понятный драматургический набор персонажей, очень понятные конфликты, но при этом первая книга мне в целом понравилась, и, на мой взгляд, она не лишена очарования. Если углубляться в историю сеттинга, то в этой псевдо-англии когда-то давно между местными королями и местными королями фейри был заключен союз. Фейри отвечали за прогресс и магию, и как бы двигали мир людей вперед. А люди радостно пожинали эти плоды. Но потом они вдрызг разругались, фейри ушли, потом случился кровавый переворот, и уже после этого кровавого переворота некий Габриэль Мирт, ученый-отщепенец, у которого очень странный социальный статус, потому что вроде как он считается гением, но он из тех гениев, которые смеются в лицо обществу и творят, что творят. Мирт изобретает паровозик, и всю первую книгу он будет изобретать паровозик. У него будет машинистка Амелия Эконит, суфражистка, бунтарка Мамкина, дочь исследователя, материалами которого Габриэль активно пользуется. Ей очень хочется в красивом костюмчике на позиции машинистки паровозика постоять, и она этого добьется. И пока они изобретают паровозик, в Англию прибывает некий таинственный молодой человек, который каким-то образом связан с королевской династией, которую в прошлом подчистую нахер вырезали. Короче, политические интриги тут тоже будут. Первая книжка была такой вариацией сюжета. Человек, которого считали таким себе, взял и всем доказал, что он чего-то может. Она не лишена при этом наивности, и основные герои были мне менее симпатичные, чем тот человек, который связан с королевской династией, потому что его характер получился, на мой взгляд, глубже, чем у основных протагонистов. Тем не менее, она была легкой, динамичной. Это как приключенческий фильм на полтора часа посмотреть, в котором ты хорошо знаешь, что за чем последует и на какой минуте фильма что произойдет. Заканчивается она так, что это как бы, ну, завершенная история. У вторых частей таких штук есть одна и та же проблема. Они очень часто не толкают всех дальше вперед, а они как бы пытаются чуть с другой стороны обсосать те же самые проблемы. И вот холмы Каледонии сделали это самое. Мы начинаем в абсолютно тех же позициях, из которых герои ушли в первой части. Габриэль снова что-то изобретает, в этот раз дирижабль. Амелия снова противостоит своей строгой матушке, которая пытается выдать ее замуж за правильного молодого человека. А все научное сообщество почему-то все еще не любит Габриэля, хотя вообще-то бриты очень активно пользуются его паровозиком, и железнодорожные пути строятся с очешуенными темпами. То есть вроде как героев надо уже немножко в другую сторону тащить и в другие позиции переводить, потому что те уроки, которые были в первой книжке, они выучили, и здесь надо что-то другое ставить. Но, к сожалению, нет. К сожалению, эта книга по конфликтам почти полностью повторяет первую. Амелия борется с мамочкой и навязанными обществом стандартами женского поведения. При этом, чем мне она и в первой книжке не очень нравилась, но во второй книге это совсем проблемы бедных, несчастных, богатых белых девочек, что меня очень расстроило, потому что феминистский дискурс в книжках я люблю, а викторианская Англия это офигенное поле для того, чтобы его использовать. Габриэль снова лишается, потому что все его ненавидят, и здесь будет не очень правильно говорить, вставляют палки в колеса, пытаются подпилить строк у его дирижабля, наверное, в прямом и в переносном смысле, потому что гадят ему, в том числе, пытаясь разрушить то, что он делает физически. Второстепенные персонажи на фоне что-то мутят. Я понимаю, зачем они были нужны в первой части, но во второй части они как будто бы функционально вообще потерялись. Тем не менее, дирижабль взлетает, а еще один из членов того самого правительства, с которым в первой части случился интересный твист, как оказывается умирает, и ему нужно, чтобы Габриэль из холмов Фейри притащил ему Аполлонское яблочко, яблочко типа бессмертия. Ну, то есть, дает такой квест. Естественно, дирижабль терпит крушение недалеко от входа в холмы, они попадают в холмы, там тоже происходят какие-то чудеса и приключения, и в конце все взявшие за руки снова танцуют. Книги, кроме вот этой вот истории с тем, что она почти полностью повторяет конфликты и итоги первой книги, что, естественно, снижает интерес, потому что ты ждешь уже чего-то нового, от нее есть ощущение очень плохо сыгранной ролевки. Я не знаю, есть ли среди вас чуваки, которые играли в ролевые игры живого действия, я играла, я не то чтобы большой фанат, но такой опыт в моей жизни был. И вот здесь тоже есть ощущение, что мастер изначально писал какой-то сеттинг, он написал какой-то набор исходных точек, написал какой-то набор квестов, которые, по идее, связаны друг с другом, но поскольку игроки отыгрывали не очень и постоянно пытались решить другие проблемы, эти все квесты пошли нафиг, вылезли новые, и реально вот ощущение, что герои заходят в локацию к тем же Фейре, их встречают и просто выдают им всю легенду, которую они должны знать, потому что они встретили не живых персонажей, а тех мастеров, которые в этой локации сидят, и вся их задача — это следить за исполнением правил и выдавать квесты. Где-то с середины книги я пролистывала уже не только взаимоотношения техника и беглого, технически модифицированного китайца, я пролистывала буквально все диалоги, просто обращая внимание на какие-то основные точки, что происходило. Мне было очень скучно. Нам тут обещают яркие и увлекательные путешествия и магию фейских холмов, но вот у меня, к сожалению, ни с тем, ни с другим вообще капитально не вышло. Может быть, выйдет у вас. Первая книжка мне все еще нравится. Мне нравится «Как выстроен мир». Мне нравится вот это вот честное, искреннее, жюль верновское, такое немножко наивное. Ничего другого, в отличие от следующей книги, над которой я буду гореть, тут не заявлялось. Это «Честный приключенческий роман». Абсолютно честный своей искренней наивности. Но вот вторая часть, она просто не дает ничего нового. А кататься по тем же рельсам во второй раз, только уже на дирижабле, знаете, было как-то, ну, так. Если хотите почитать что-то у Маши, почитайте «Лучших гробовщиков». Они, правда, на мой взгляд, получились довольно удачными. И все еще в викторианской Англии, и все еще мрачные, и все еще немножко наивные и очень анимешные. Я не знаю, что будет с «Третьим миртом». Я, скорее всего, суну в него нос. Но там будет еще и местный Китай. А это, как вы понимаете, не то чтобы сильно мой сеттинг. Продолжаем про паровозики. И я думаю, что многие из вас догадались, какой будет следующая книга. Это «Территория чудовищ» Сары Брукс. И это была книга, которую я ждала буквально начиная с ее анонса. Это просто жемчужина этого выпуска, потому что от двух предыдущих штук я не то чтобы сильно многого ждала, а от этой, к сожалению, ждала. По сеттингу этой книги на месте Сибири существует что-то типа такой изменчивой, странной пустоши, похожей на Зону Икс из «Аннигиляции». Это одна из моих любимых книжек и один из моих любимых фильмов. В ней обитают какие-то странные, сводящие с ума существа, в ней обитают чудовища, необычные растения, возможно, наделенные разумом. Короче, в ней небезопасно все, в том числе вода. И добраться от Москвы до Пекина и обратно можно двумя путями. Либо обходя пустоши с юга, что очень долгое и не очень безопасно уже по другим причинам, либо на Транссибирском экспрессе. Вот вы понимаете, да, какие у меня были надежды, потому что железная дорога, Транссибирский экспресс, Великий Сибирский путь, Хтоническая Сибирь. Я такая, о да, я хочу это читать. Если разворачивается условно во второй половине XIX века, Транссибирский экспресс принадлежит английской компании. Москва и Пекин — это столица двух больших держав таких империй. То есть Транссибирская магистраль принадлежит трем империям — Китаю, Россию и Англии. И вы уже чувствуете, как сюда проникает душок колониализма. На Транссибирском экспрессе есть два класса пассажиров — третий класс и первый класс. То есть ездят там либо совсем бедные условно, потому что билет всё равно стоит дорого, и очень богатые люди, деловые люди, которым нужно перемещаться между столицами. Кроме того, на нём есть свой штат учёных, потому что корпорация очень интересуется, что же там происходит в пустошах, и пытается это постольку-поскольку изучать. Есть официальные учёные и надзиратели, и есть просто учёные, которые периодически туда-сюда катаются. Понятное дело, что есть люди, которые буквально возводят пустоши в культ. Понятное дело, что есть люди, которые очень их боятся. Понятное дело, что это всё не изучено, очень много недомолвок, и с этого начинается история, и она этим очень захватывает. Потому что ты ждёшь, что сейчас все эти чуваки столкнутся с какой-то хтаниной. Какое-то время назад, до начала книги, Транссибирский экспресс совершил путешествие, в результате которого произошла не совсем катастрофа, но что-то очень нехорошее. Поэтому был перерыв. И спустя этот перерыв на него садятся два человека, которые сыграют в истории очень большую роль. Во-первых, это молодая девушка, и это не секрет, об этом говорится сразу. Она не так, за кого себя выдаёт. Она садится туда, чтобы разобраться, что произошло на предыдущем рейсе, потому что это напрямую связано с историей её семьи. Кроме того, на экспресс садится молодой учёный. Здесь интересный момент, потому что изображается он как человек, который очень много путает доказательную науку, уже развивающуюся на тот момент, и богословие. Для того сеттинга это абсолютно нормально, но по чуваку видно, что он очень невротичен. У него, к тому же, незадолго до путешествия случилась очень неприятная история с научным сообществом, которое не приняло его доказательства, и там видно, что оно не просто так их не приняло, а смеяло его, и он теперь мучается и хочет им что-то доказать. Пустоши его по-настоящему манят. Он согласен дать взятку, чтобы, если вдруг будет остановка на пустошах, а они иногда случаются, его выпустили из поезда, что вообще-то запрещено, потому что Транссибирский экспресс это такой бронепоезд, в который нет входов, но из которого нет выходов на протяжении всего пути, который проходит в зону карантина, ну и, в общем, такой особо охраняемый объект. На поезде есть его капитан, женщина, тоже с интересной историей, есть так называемое «дитя поезда», это девочка-китаянка, которая родилась у пассажирки третьего класса, мать её умерла, и капитан как бы своей волей разрешила оставить девочку на поезде, и она очень хорошо чувствует его движение, его ритм, вот это вот всё. Короче, человек, который настолько слился с этой машиной, настолько привык к ней, настолько хорошо её понимает, и это без какой-то там мистики, скорее это какое-то такое вот чутьё человека, который очень-очень-очень хорошо срос всё с какой-то конкретной средой. Есть картограф, это просто секси-мен, он японец, Япония изолированная, он весь такой таинственный, весь такой холодный, на самом деле очень хороший, это главный краш этой книжки. Есть два надсмотрщика от корпорации, которые ходят как такие два серьёзных ворона и всем мешают. Есть некий старый учёный, для которого это, возможно, последний рейс. Есть графиня, которая заправляет всем обществом первого класса и оберегает вот эту вот девушку, выдающую себя за кого-то другого. И есть ещё один пассажир. Этого пассажира находит дитя поезда, думает, что это просто пассажирка, которая заблудилась. Но нет, это не так. Я не буду спойлерить, что там произошло, но это сыграет свою роль. Поначалу и по моему воодушевлению вы видите, что от книги я ждала многое. У неё реально офигенный набор данных, из которых можно собрать потрясающую вещь. И первое время всё шло хорошо. Это была книга, которая с разных сторон обсасывает вот эту вот тему столкновения с чем-то нечеловеческим, столкновение с чем-то, что обладает разумом, но этот разум капитально отличается от твоего. Я ждала, наверное, что-то типа пикника на обочине или аннигиляции, но это было скорее ближе к аннигиляции и Миядзаке. Даже больше волшебнючая, чем хтанючая, и более яркая, чем я люблю. Но, опять же, это всё просто вариации взгляда на вот эту вот пустошку. Хотя я очень удивилась, когда там была тундра, учитывая, что если проложить, насколько я понимаю, и насколько я помню географию, если проложить линию от Пекина до Москвы, то тундра всё-таки останется больше севернее, и поезд будет больше ехать через тайгу, чем через тундру. Думаю, что там пространство может плыть настолько, что неизвестно, что где окажется. Там будет и намёк на очень страшный Байкал, там будет и намёк на очень страшные леса. Это всё ещё не то, что я хотела бы получить от такой книги, но, тем не менее, это было интересно. Ровно до тех пор, пока не началась вторая половина книги. И здесь меня ждало ужасное разочарование, потому что весь этот восхитительный ихтонизм, весь этот восхитительный тейк про столкновение твоего человеческого с чем-то совершенно нечеловеческим сводится к грёбаному Диснею. Я не буду спойлерить, что там будет в финале, но, скажем, это очень похоже на финал Мирта, когда все обнимаются, танцуют, радостно едут на поезде дальше и несут свет во все поля. Причём главная героиня, та самая девушка, которая выдаёт себя за кого-то другого, пишет мемуары и делает это она не щупальцем, а своими прекрасными пальчиками. Если бы она делала это щупальцем, наверное, это было бы честнее. Да, пустошек всех меняет, но внезапно это хищное, чем нас очень долго пугали, про что нам говорили, что оно вроде как не проявляет агрессии, но даже его не агрессия очень хищная и опасная оказывается нам другом хорошим и правильным, и принять её изменения – это хорошо и правильно, потому что иначе ты принимаешь вот этот вот сухой корпоративный закон, сухую корпоративную рационализацию, и вообще вперёд, мечтатели, мы должны менять этот мир к лучшему. Короче, полное боя. Это вот просто вот воплощение всего, что я терпеть не могу в таких книгах. У меня было ощущение, что где-то до середины книги Сара Брукс гнала то, что ей нравилось. Там было и немножко про безумие нарастающее, и про вот это вот светское общество, которое наслаждается своей близостью к опасности, сидя за бронированными стёклами, и про социальное неравенство, и про колониализм, причём в том виде, в котором это меня не бесило, и про то, что рациональное сталкивается с иррациональным, и про то, что, возможно, стоит немножко выйти за пределы рацио, чтобы понять вот это вот то, что находится у тебя за окном. Но этот зубодробительный позитив, и эта хрень в финале, когда оно реально вот с этим вот диснеевским пафосом, с этим ощущением притянутой за уши триумфальной концовки, оно меня просто выбесило. У меня реально было ощущение, что Саре Брукс нужно было сжать её замысел и сделать ему хэппи-энд. Может быть, это было в синопсисе, может быть, это была какая-то договорённость с издательством, может быть, это было требование редактора, но она согласовала финал истории абсолютно не так, как ты этого ждёшь, когда ты начинаешь её читать. Поскольку я очень люблю «Железные дороги», и мне очень нравится идея «Ахтоничной Сибири», я ждала от этой книги просто всего, а не получила я ничего. Почему она называется «Путеводитель для осторожных туристов»? Это в подзаголовке к российскому изданию. Был человек, который типа путешествовал по пустоше, и он написал «Путеводитель для тех, кто, как сказать, должен быть осторожен». Но он же в этом «Путеводителе» писал, что типа есть ещё любопытные туристы, любознательные, те, которые тянутся к этому всему, и которым не нужен этот набор правил, чтобы познавать мир. И типа вроде как идея книги в том, чтобы перестать быть осторожным туристом и стать уже наконец-таки кем-то, кто с этим миром пытается слиться воедино, не знаю, там вот это вот всё. Но, к сожалению, не знаю, это было разочарование года. При том, что книга хорошо написана, при том, что я понимаю людей, которым она нравится, при том, что она реально очень хороша по задумке, и её реально интересно читать, её яркие персонажи. Просто я ждала совершенно не то, что я в итоге получила, а то, что я получила, оно буквально попадает во все те штуки, которые я терпеть не могу. Я осталась очень сильно разочарована и с ощущением того, что мне скормили какую-то ядрёнейшую, притерную штуку, которая начиналась вроде как нормально, но когда ты дошёл до центра этой пироженки, у тебя просто скукурузило от того, насколько оно притерно-сладкое ещё немножко, и у тебя начнётся диабет. Мне нужно было что-то, чтобы заесть территорию чудовищ, и я перечитала пикник на обочине. И знаете, это было лучшим решением просто вот ever, которое только можно было представить. Я давно не читала Стругацких. В последний раз это было лет 10 назад, потому что я зачитывала 7, когда я училась в своём первом универе. Перечитывание пикника на обочине было очень интересным опытом, потому что сейчас я воспринимаю его вообще не так, как воспринимала раньше. Во-первых, мне намного больше понравилось. Во-вторых, оно дадало мне вот этот вот цинично-безысходный взгляд на позитивный гуманизм, который меня выпесил у Сары Брукс. И оно мне просто закрыло вот эту вот боль, с которой меня оставила территория чудовищ. Здесь тоже есть вот эта вот история с тем, что ты сталкиваешься с чем-то непознаваемым, с чем-то, что мыслит совершенно не так, как мыслишь ты. Здесь тоже есть чуваки-мечтатели, которые верят в правильное гуманистическое начало. Ну и Стругацкие делают с ними всё, что они делают. И здесь потрясающий финал, который настолько открыт, он настолько оставляет тебя в этом состоянии катарсиса, что, конечно, это было очень круто. Я не знаю просто как бы, что тут говорить, кроме того, что я реально приложила эту книжку к себе как подорожник, что в контексте пикника на обочине, наверное, звучит немножко странно. Но если у вас после территории чудовищ тоже случился передоз сахарной ватой, вы знаете, что можно сделать и как это можно вылечить. И на этой радостной ноте я подведу итог. Я редко разочаровываюсь в книгах и стараюсь обычно бросать то, что мне не нравится, если только у меня нет какого-то исследовательского интереса. Вас ждёт в следующих обзорах пара книг, которые я читала с исследовательским интересом. Всё то, о чём я рассказывала в этом видео, в принципе, очень неплохие вещи, просто я с ними капитально не сошлась. Из-за территории чудовища я задумала совершить в следующем году одну авантюру, и если это дело выгорит, вы о нём обязательно узнаете. Короче, поезда, идущие сквозь хтоническую Сибирь, это очень интересный концепт, и я решила, что нужно покататься. Стругацкие всё ещё офигенно крутые, и в 35 ты понимаешь, это намного лучше, чем в 20. Иногда мне кажется, что в 20 лет я была такая дура, что слова меня писать. Ну и с освещением в этом доме нужно что-то делать, потому что ноябрь, а дальше только хуже, а слепнуть от кольцевой лампы мне не очень нравится. Всем большое спасибо за просмотр, если вам есть что сказать по теме, пишите в комментариях. Пожалуйста, не надо убеждать меня, что Пехов замечательный автор, я это уже поняла по комментариям к предыдущим видео. Всё с ним нормально, это я с ним не сошлась. А что будет, когда я сниму обзор на имя ветра? Вот, вот тут вы меня просто на костре сожжёте. Про то, как правильно сжигать людей на кострах, приходите слушать Лужецкого. Вот, это всё, что я хотела вам сказать. Всем большое спасибо за внимание и всем пока.